Главный бой за звание Чемпиона Земли. Человечество против пришельцев. Полная версия поединка в формате сериала. Аванпост. С 26 октября в 19.30 на ТВ3. В неделю боя Роб, как правило, проводит время один, сидит в номере, играет в игры. Все бойцы разные, так что нужно уважать это и стараться оставаться максимально спокойными, расслабленными, потому что все, что мы могли, мы и так сделали до недели боя. Так что это период, когда ты просто настраиваешься на поединок ментально, физически все уже сделано. Мы разобрали стиль Джареда, нашего оппонента, усердно трудились и просто оттачивали свою игру. Здесь в принципе ничего сложного, разрабатываешь план на бой, пытаешься следовать ему и по необходимости вносишь поправки. Вот по сути и все. Будем надеяться, что в конце поединка его руку поднимут. Первый, второй, второй, второй. Хорошо, 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 хорошо. И расслабься, держи глаза. Окей, поработаем на мешке. На мешке поработаем. Перед тем, как начать, разомнемся на мешке немного. Знаете, сейчас у нас более короткие тренировки и плюс мы немного изменили диету. Сейчас она просто более строгая. Так что мы сжигаем меньше топлива. Но все равно заставляем движок работать, следим, чтобы он был в форме и выглядит он здорово. И плюс сейчас мы исключаем взрывные движения. Например, удары коленями и лоу-кики мы пока не бьем, сохраняем это до боя. Давай, отжимайся! Не могу! Сегодня у нас пресс-конференция. Первая битва взглядов с Джастином Гейджи. И мы просто сфокусированы. Нам главное не терять концентрацию. Вот и все. Сейчас очень важный период. Два дня до взвешивания, три дня до поединка. Все идет хорошо. Хабиб, как мы знаем, все бойцы говорят, что я готов, я сделал все необходимое, чтобы подготовиться к тому, что покажет мой оппонент. Мне нельзя недооценивать его, знаешь, он сейчас в рассвете сил, ему 31 год, но не имеет значения, насколько ты ментально стойкий. Если ты вымотан, даже если ты не сдашься, ты начнешь допускать ошибки, много ошибок. Но все-таки что, если Джастин Гейджи не устанет? Как ты будешь биться с парнем, который кажется таким ментально сильным? Не, не, мой план заключается не в том, чтобы заставить его сдаться или сломать ментально. Мой план – перегрузить его мышцы. Как ты думаешь, почему тебе удается так успешно применять свой план на бой, при том, что все знают, что ты будешь делать? Все знают, что ты хочешь схватить оппонента, перевести его на землю и забить его там? В твоем последнем поединке против Меочича, ты схватил его ногу, повалил его, но он очень быстро встал. И ты полностью изменил свою игру. Вот в чем разница между тобой и мной. Ты попробовал всего один раз. Я буду пробовать хоть сто раз. Кто ты, брат? Ты лучше пан-фор-паунд. Ты должен смотреть вниз, не смотреть мне в глаза, когда говоришь со мной. Потому что когда у тебя было два пояса, я всегда смотрел в пол, всегда, проявлял к тебе так уважение, а сейчас ты давай. Пожалуйста, брат. Сейчас я номер два, и если я выиграю, я стану номером один, и мне даже не обязательно прямо уничтожать Роба, если я этого не хочу. Но, к счастью, мой план всегда заключается в том, чтобы выйти нанести максимальный урон и не затягивать бой. Бои вообще не нужно затягивать. Я бы хоть сейчас сбросил на него бомбу и покончил с этим. Врубайте, если ты мой враг, я сброшу бомбу, нажму эту красную кнопку. Понимаете, зачем мне себя сдерживать? У меня всегда одна и та же цель — выйти туда, доминировать, навязать свою волю оппоненту и вынести его как можно быстрее, одержать безупречную победу. Я возьму свое в этом бою. Я следующий. А что ты взял для себя из этого поединка с Тони, оглядываясь назад, какой главный урок ты извлек для себя? До этого боя два моих поражения были самыми длинными поединками в моей карьере. Знаете, у меня был этот вопрос, могу ли я биться так долго. И поэтому, если вы видели, я уже после четвертого раунда в углу спросил, это второй или третий был, потому что я понятия не имею. Я просто бьюсь. Ты еще удивился, да, что уже пятый раунд? Да, я такой, быть не может, что я в такой хорошей форме. Не может быть. Так что да, я был удивлен. Я... Каждый раз я себя там чем-то удивляю. Я знаю твою борцовскую карьеру, знаю, что ты выбил Джордану Барроузу передние зубы. Дает ли это тебе еще больше уверенности, осознание, что да, Хабиб хороший борец для ММА, но у Хабиба нет таких заслуг в борьбе, он не бился с такими высококлассными борцами, как ты, когда боролся в колледже? Ни разу в жизни я не боялся выйти на маты и побороться с кем-то. Так что я не боюсь столкнуться с его грэплингом. И да, я не особо хорош в позиции снизу, но я всю жизнь работал, чтобы вставать из позиции снизу. Самое плохое, что с тобой может случиться на матах, это если тебя удерживают. Так что с самого детства я фокусировался на том, чтобы не допускать этого. И я предвкушаю, что он будет отчаянно пытаться повалить меня. Всем привет. Большое спасибо, что пришли. Мы ценим это. У кого первый вопрос? Дэн, на неделе ты сказал, что судя по тренду, этот поединок может стать самым большим в истории. Есть ли у тебя какие-то новости по этому поводу? О чем говорят цифры и что делает этот поединок таким особенным? Хабиб одна из крупнейших звезд вообще в спорте, не только в UFC. Так что если он побьет Джастина в субботу, он станет лучшим паунд-фаунд бойцом в мире. И почему этот поединок такой большой? Потому что многие считают, что Джастин со своим стилем может побить его. Вопрос Хабибу. Джастин не раз говорил о его намерениях наносить максимальный урон. И многие люди говорят о его настрое перед поединком. Считаешь ли ты Джастина Гэджи уникальным в этом плане бойцом? Да, знаете, всегда, когда он бьется, он начинает очень быстро. Он очень опасен в первом раунде. Очень опасен. Я думаю, что он и Конор — это два самых опасных бойца в первом раунде. Но если посмотреть на них во втором, в третьем раундах, там они уже на уровне обычных бойцов. Вопрос для Джастина. Удивлен ли ты, что Хабиб думает, что сможет вымотать тебя, учитывая твои выступления и твой высокий темп в ярких поединках? Нет, я знаю, что он максимально уверен в том, что он делает. Это ведь сработало 28 раз. Так что вполне ожидаемо, что он думает, что вымотает меня. И, кстати, я сам себе говорил, что он вымотает меня, потому что это подталкивало меня изо дня в день. И я вообще не должен был здесь быть. Это место Тони Фергюсона. Но, слава богу, мне предоставили эту возможность, и я забрал у него это место, забрал его душу. Так что, да, я готов выступить. Я выложусь. Это есть в нас обоих. Мы выйдем и будем биться за свою жизнь. Так что, да, в субботу я отдам всего себя в поединке и буду горд своим выступлением. Окей, спасибо, ребят. Мы всех ценим. Сейчас сведу бойцов для «Битвы взглядов». Привет, Джастин. Привет, приятель. Этот пояс мне не нужен. Не надо. Я вон тот, вот тот хочу. Да, я просто хотел посмотреть ему в глаза, чтобы он посмотрел в мои глаза, чтобы увидел, что я здесь, я готов. Так что, он это увидел. Он все знает. Я все знаю. Но парень готов. Вот что скажу. Победа или поражение, бой будет тяжелый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...